Привет друзья! Сложно поверить, что некогда перспективные, развивающиеся индустриальные города в скором времени станут заброшенными и никому не нужными. Ярким тому примером является небольшой город под названием Цукроваров, который хоть и исчез с карты Украины, однако пользуется до сих пор немалой популярностью. Единственное, что напоминает о том, что здесь когда-то кипела жизнь, пустые коробки многоэтажных домов. Расположены заброшенные здания в Кировоградской области, как район современного села Лепняшка. История города Цукроваров начинается еще с далеких 80-х годов, когда неплохие урожаи и развитая промышленность близ Кропивницкого позволила вывести регион в число лидеров по всему союзу. Сумасшедший на то время спрос на сахарные песок заставил предприятия наращивать потенциал, организовывать прием новых кадров и строить для них доступное жилье. Так и образовался городок, в котором в конце 90-х не было ни единой свободной квартиры. Жизнь на тот момент бурлила в прямом смысле слова. Сахарный завод на то время занимал третье место по производству сахара в СССР. Сюда переезжали работники со своими семьями, трудились и радовались жизни. Завод Монстр, производственные площади которого достигали 260 гектаров, давал работу и соответственно хороший заработок. Сегодня о былой мощности напоминает только кагатные поля, некогда заваленные горами свеклы, а также горы каменных осколков завода. Людей, которые не знали об этом населенном пункте, кажется, не было. И если у кого-то появлялась возможность трудоустроиться на функциональный завод, многие без всяческих раздумий бросали все и приезжали сюда. Сахарный завод номер 11 располагался на расстоянии 280 километров от Киева, для сотрудников которого специально был построен полностью автономный город, насчитывающий 10 пятиэтажных домов на 920 квартир. Из инфраструктуры для жителей города были созданы все условия. Построена школа и магазин, была столовая, фельдшерский пункт, пожарная часть, детский сад и клуб. Удобно располагались детские площадки, была асфальтированная дорога, регулярно ходил автобус. Еще здесь работала кондитерская фабрика. Увеличивалось производство, расширялся штат работников. Их расселяли в новостройке недалеко от рабочих мест. Это были молодые семьи от 18 до 26 лет. В 90-е годы численность жителей достигала 4000 человек. В основном это были рабочие завода и их семьи. Сейчас здесь осталось не более 50 человек. И то я, скорее всего, сильно преувеличиваю. Наверное, уже меньше. И вообще, сейчас этот район и бывший город стал просто одной из улиц села Лепняшка, улицей Заводской. Инфраструктурой которого, собственно, и пользуются оставшиеся жители Цукроварова. Но если вернуться чуть назад во времени и углубиться в историю во времена Советского Союза, когда начался бум сахарного производства, в 1974 году огромным размахом и большой проектной производительностью был заложен Добровеличковский сахарный завод, на то время с сумасшедшей мощностью производства 6000 тонн сахарной свеклы в сутки. Спустя некоторое время, выделенное на строительство, предприятие начало работу, градообразующий сахарный завод номер 11. Идет 1990 год. Близится развал Союза. Но это никак не сказывается на работе завода. Жизнь бурлит, сахар производится. Тяжелые времена наступают уже позже, спустя 13 лет. Так и не выйдя на полную проектную мощность, производительность сахара постепенно падает и к 2004 году завод полностью встал. Цукроваров умудрился раствориться в истории, как сахар в горячем напитке. И как бы грустно это ни звучало, факт остается фактом. Предприятие стало переходить из рук в руки, перепродаваться. В конечном счете к 2014 году его полностью растащили и порезали на металл. Охотники за металлом не поленились даже излечь арматуру из бетонных конструкций, оставив после себя груды битого кирпича и бетона. В 2001 году нашелся инвестор, решивший возобновить работу завода. Новое руководство обещало переоборудовать завод на какое-нибудь другое предприятие, но этого не произошло. Уже весной 2001 года земли завода перешли в собственность Добровеличковской общины. С того времени община начала искать инвесторов для развития общины. Люди были согласны, чтобы в их городе открыли птицеферму или свинокомплекс, но ответа не последовало. После того, как сахарный завод пришел в упадок, жизнь местных очень трудно было бы назвать сладкой. Завод развалился, работы людям особо не было, и как активно сюда все съезжались, так же активно стали покидать этот населенный пункт в поисках нового счастья, хорошей работы и возможности. Столь аппетитное и вкусное название, к сожалению, не повлияло на судьбу города. От Сукроварове осталась только разве что память о былых производственных достижениях и успехах. Жизнь здесь остановилась еще несколько лет назад, когда перестала работать промышленность, прекратили поступать средства из государственного бюджета. Сегодня Сукроваров называют Чернобылем без радиации или городом-призраком. Большинство домов, улочек и дворов поросли травой, деревьями и мхом. Пустые многоэтажки напоминают пейзажи Припяти. Одним словом, хоть город и со сладким названием, живется здесь оставшимся людям не сладко. Электроснабжение в городе есть, но на этом коммунальные удобства заканчивают. Ни воды, ни газа, ни отопления с канализацией здесь нет. У большинства квартир охотники за металлом варварски извлекли все, что можно сдать в приемку. В том числе не побрезговали и деревянными конструкциями, окнами, дверьми, балконными блоками. Оставшиеся цукроваровцы на зиму рубят дрова и в квартирах установили буржуйки. А воду носят с улицы, с колодца. Хоть дома и разваливаются на глазах, и кучи битого стекла повсюду, но при всем этом изобилии, чистота и практически полное отсутствие мусора. На улицах города очень тихо. Нет смеха, громких разговоров. Покинутые квартиры очень большие. Каждая имеет несколько балконов и большую кухню. В то время, когда здесь жили люди, такое жилье было мечтой многих. Потому что тогда не каждый мог позволить себе купить такую квартиру, а устроившись здесь на работу, ее давали бесплатно. Сейчас зайти в любой подъезд или квартиру не составляет никаких трудностей. За исключением, разумеется, в которых живут. Но попадая в эту атмосферу, ты словно проваливаешься в прошлое. В то прошлое, в котором жили люди. В тот советский быт, образ жизни и обстановку. Нередко в квартирах можно встретить остатки обоев и рисунки. На потолке плитку, еще тех времен. А также деревянные окна, а не пластиковые. Где-нигде можно даже заметить спутниковые тарелки и сохнущая на балконе одежда. Детали, которые указывают на то, что среди разрушенных бетонных коробок, все еще живут люди. Единственная зона социальной активности – частный продуктовый магазин без названия. Люди здесь живут в основном на одну пенсию. Многие местные жители рассказывают, что уже привыкли жить в таких условиях. Те, кто тут остался в настоящее время, не собираются покидать родной город. Местные также рассказывают, что выезжавшие на заработки люди покинули полные квартиры с имуществом, мебелью и посудой. Но, к сожалению, назад им возвращаться уже было некуда. Потому что мародеры выбивали двери и выносили все, что было в квартирах. Рассказывают, что в памяти навсегда остались воспоминания, как по каждой улице бегали и кричали дети, как люди ходили на работу. Местные даже не надеются, что в их городе что-то изменится, но и покидать дом не собираются. От старости крыши домов протекают. Некоторые жильцы чинят их за свои деньги. А у кого денег нет, так и живут, подставляя ведра под струей во время дождя. Есть здесь школа, здание которой местные жители сохраняют не только в первозданном виде, но и используют для технических нужд. Никаких культурных мероприятий в городе давно нет. Школу закрыли в 2018 году. Все дети, которые тут есть, ходят в школу в соседнюю лепняжку. Клуба тоже уже нет. Когда-то в местный клуб праздновать Новый год съезжались чуть ли не со всей области. А теперь тишина. В 2018 году в Цукроваров приезжала съемочная группа снимать одну из сцен фильма об Иловайске. Центральную улицу перекрыли для съемок. Художественный фильм о боях под Иловайском снял режиссер Иван Кимченко. Для фильма искали заброшенное место и город Цукроваров подошел идеально. Местные жители рассказали, что писали много обращений к власти по элементарным вопросам. Но все напрасно. Им отвечали, что город списан с баланса. Единственный досуг в Цукроварове – телевизор и ностальгические разговоры о прошлом с оставшимися соседями. Как оказалось, квартиры в полупустых пятиэтажках все же закреплены за своими хозяевами, которые разъехались кто куда. Вы удивитесь, но здесь еще приобретают недвижимость. В основном это обычно местные жители, которые хотят переехать в более просторные апартаменты. Расценки на жилье, по словам местных, примерно такие. За двушку-трешку – 3-4 тысячи гривен, а за четырехкомнатную – 5 тысяч гривен. Фантастически мизерные цены по меркам даже областного центра. Кроме местных, больше никто не хочет и даром эти квартиры. А сами местные жители стесняются показывать свои апартаменты. Ну и надо снимать. Стоит отметить, что в некоторых квартирах стоят бронированные входные двери. Даже в заброшенных городах жители заботят безопасность. Полиция сюда не приезжает на вызов, поэтому некоторые жильцы домов держат собаку или привязывают ее на улице на всякий случай. Закономерно, что в городе-призраке практически нет молодежи. Только пенсионеры и люди среднего возраста. Молодые покидают город в поисках лучшей жизни и не возвращаются. Цукроваров можно обойти за два часа вдоль и поперек. К полудню город становится похож на декорации фильма «Сайлент Хилл». Может быть, этим город и стал привлекать киношников. Туристы и все, кто побывал в Цукроварове, начинают совершенно иначе смотреть на свой родной город. Простые, казалось бы, вещи у них начинают вызывать радость и даже восторг. Обычный свет из окон, теплые квартиры, вода с крана – все это некогда было в Цукроварове. Но по халатности государство перестало существовать. Все яркие моменты и успех города остались в прошлом, которое связано с 4000-м, а по другой информации даже 6000-м населением, работой сахарного завода и огромной на тот момент кондитерской фабрики. Побывать тут однозначно стоит. Такие места навевают на современного человека устойчивое ощущение, что нет ничего вечного. Что жизнь динамична и в любой момент может случиться что-то, что заставит вас адаптироваться к каким-то новым обстоятельствам. ДИАТЕЛСТМОМ. 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 Продолжение следует...